Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Продолжаются новогодние праздники. 2024 год наступил. И очень приятно, что сегодня, в первые дни Нового года, к нам в студию пришел депутат Государственной Думы Российской Федерации, который, естественно, представляет интересы городского округа Люберцы, в том числе, Роман Игоревич Терюшков. Здравствуйте! Добрый день! Ну, во-первых, с Новым годом вас! Как отмечали? В работе. Ну как? Деда Мороза ждали? Всегда, конечно. Ждешь Деда Мороза, чтобы сбывались самые заветные мечты и пожелания. Этот праздник из детства, и поэтому каждый человек, наверное, с особым трепетом ожидает ночь с 31 декабря на 1 января. И я в их числе, как и все наши граждане, поднимал бокал шампанского, сидел за семейным столом. И пожелания были какие-то загаданы? Ну, вы знаете, пожелания обширные, не будем об них сейчас, это много, много времени можно будет потратить. В конце, я думаю, мы поздравим друг друга еще более. Хорошо. Ну, так как принято провожать старый год, встречать новый год, поэтому мы сегодня так программы построим, подведем какие-то итоги года еще совсем свеженького ушедшего, и, конечно же, попробуем построить мостик в уже наступивший 24-й год, который, кстати, високосный, на один день больше. Я не знаю, это хорошо или плохо, но, по крайней мере, для депутатской деятельности один рабочий день точно добавится. Начнем с того, что, как мы знаем, осенняя сессия завершена была накануне Нового года. За 2023 год было принято 694 закона, из них 172 социально значимых. Вообще, я так понимаю, что для депутатов социальная направленность – это, наверное, основной такой вид деятельности? Ну, абсолютно правильно вы говорите. И здесь самый основной наш социально направленный закон – это закон о бюджете, который был принят в Государственной Думе в ноябре. Действительно, все те параметры, которые были заложены в рамках народной программы партии «Единая Россия», когда мы шли на выборы, обещали нашим людям и строительство новых объектов, и благоустройство, и социальные гарантии. И социальные гарантии очень важны нашим ребятам, бойцам, которые находятся на линии соприкосновения, чтобы они понимали, что не только о них происходит забота, но и о их семьях, о их детях, которые поступают в ВУЗы, которые имеют право первоочередного поступления. Это все отражено в том портфеле законов, которые были приняты в 2023 году. И, конечно же, достаточно большая часть, как я уже сказал, это законы, которые позволяют гарантировать права нашим бойцам, которые находятся на специальной военной операции, на линии боевого соприкосновения. И Государственная Дума здесь делает все для того, чтобы они чувствовали и заботу, и понимание о том, что, вернувшись с войны только с победой, они будут понимать, что их семьи были обеспечены и защищены, и они тоже получат в дальнейшем возможность также продолжать работу в мирное время, в мирной жизни. Хорошо. Ну а социальная, скажем, политика по отношению к другим слоям населения, пенсионеры, матери-одиночки, ну, в общем, весь набор, к сожалению, тех категорий, которым сегодня и всегда нужна помощь. Ну, вы знаете, у нас, вы абсолютно правильно говорите, у нас постоянно идет и индексация, и социальных выплат, и минимальная месячная оплата труда, и прожиточные минимумы, все это установлено в Государственной Думе. И, конечно, мы видим динамику увеличения основных выплат больше, чем уровень инфляции. И мы с вами это прекрасно понимаем, то, что эту задачу поставил президент, и мы ее, безусловно, Государственной Думы в рамках той законотворческой деятельности исполняем. И, конечно, здесь, наверное, еще можно поговорить о тех важных законах социальных. Вот он как бы не говорит о социальных выплатах, но мы же знаем, что у нас в образовании происходило, когда в какой-то школе запрещали мобильную связь, в какой-то школе ее разрешали. Вот сейчас законодатели поставили точку. Рискнули, кстати. Это непростое решение, на мой взгляд. Это непростое решение, но это путь к традиционной форме образования. К сожалению, вы видите, у нас и 22-й, и 23-й год. Президент очень верно подметил то, что мы... Это непростые были год непростых решений и важных шагов. Почему? Потому что мы начали обретать, по сути, суверенитет в своей стране. Ведь недавно совсем в декабре мы праздновали День Конституции, который был принят в 93-м году. 30 лет. Да, 30 лет. Но что это был за документ? Мы помним тогдашнего президента Ельцина, который говорил, что этот документ прошел обсуждение как у нас в стране, так и на Западе. То есть нам Конституцию, основной документ писали там и заложили туда отсутствие идеологии, непонятно превалирование международного права над нашим правом. И еще огромное количество вот таких вещей, которых нужно избавляться. И в 2020 году президент Владимир Владимирович как раз объявил о таких, предложил всенародное голосование. В Государственной Думе этот закон был принят, и только после одобрения нашими гражданами он был принят. И путь к суверенитету как раз и лежал. То, что у нас хотите в образовании, пожалуйста, тут есть баллонская система, которую нам постоянно в нашу систему вставляли. Ну, сейчас мы от нее отказываемся, и пользование мобильными телефонами, это все то, что традиционную систему подрывает. И когда ребенок перестает читать книгу, перестает читать учебник, который можно взять, открыть, полистать, это и мелкая моторика, это совсем по-другому строятся и мысли. Когда ты постоянно сидишь в телефоне, это ничего хорошего нет. И поэтому Государственная Дума запретила пользование телефоном, для того, чтобы не было вот этой цифровизации, которую нам сильно навязывают, чтобы ушел учебник, проще что, вот скачайте в телефоне. А не получится так, что если совсем убрать цифровизацию, то потом все равно ребенок с ней сталкивается, и если не помогать ему в этом, то он может что-нибудь не то сделать вместо, после урока, скажем так. Вы знаете, здесь же вопрос еще этим законопроектом был возвращен, урок труда, это как одна из ступеней воспитания, воспитания человека как гражданина, как личности, от которого нам тоже говорили, надо отказываться, не нужно вам это. Вот есть цифровые истории, вот с ними и сидите. Никогда никто не может подменить традиционную систему, никто не подменит вам книжку, которую нужно начинать читать с очень раннего возраста, для того, чтобы ваш ребенок развивался и через 15-20 лет стал достойным гражданином, который может понимать, строить логичные последовательные мысли и получать достойное образование. Поэтому здесь в этом риска абсолютно никакого нет, образовательный процесс у нас преобразится, и у нас теперь, вы знаете, то, что с 1 сентября прошлого года, позапрошлого года звучит ГИН, поднимается флаг. Это все элементы воспитания, которые были утрачены, и сейчас они возвращаются в нашу систему образования. Я вот тоже достаточно с опасением отношусь к рейтингам, потому что, если мы посмотрим рейтинг школ, то образовательному процессу там уделяется не такое большое внимание, и рейтинг вообще это KPI, и вот эти это не из нашей системы. Мы должны, система образования из нашей страны нам чужда, мы должны обращать внимание только на образовательные процессы, и тогда мы будем получать специалистов, инженеров, архитекторов, химиков, физиков. В противном случае мы можем деградировать и потерять целые поколения наших граждан, неизвестно, чем это закончится. Да, но цифровизация это еще и IT, и если полностью от нее отказаться, то мы не получим IT. Мы не говорим о том, что отказаться от цифровизации, безусловно, есть направление, и безусловно, у нас сейчас развивается достаточно серьезно эта сфера, все у нас уходит в цифровой формат, вместе с этим мы, конечно, должны готовить специалистов. Но это уже дополнительные направления, это не базовая, не традиционная программа, это уже, да, это следующий специалитет. Кто-то становится врачом, кто-то становится архитектором, кто-то становится программистом, и безусловно, с развитием технологий нельзя технологически отставать. И этой сфере должно быть уделено внимание, но не в рамках базового образования, а в рамках уже специалитета. Конечно, здесь тоже все делается государством на том уровне для того, чтобы мы и эту нишу, и эту отрасль заняли специалистами. Ну, специалистами, которые должны быть воспитаны в традиционной сфере. Ну, по базовым, да, на базовых принципах духовно-нравственных. Чтобы когда стране плохо, у нас на Нижнем Ларсе не скапливалась очередь из тех людей, которые любят работать где-то издалека, которые люди мира. А это все как раз система базового воспитания нашего, которую мы даем в начальной, в средней школе. Ну, вот мы коснулись с вами профессиональных вопросов. Речь идет о профессиях. Кстати, и уроки труда – это в какой-то степени ознакомление с профессиями. Если, конечно, только будет большой выбор, они все встанут у станка, а девочки, как в Советском Союзе, будут варить борщи. Будем надеяться, что это будет некое разнообразие, которое будет предложено на уроках труда. Но сейчас следующий такой серьезный вопрос – это вопрос занятости населения. Его всегда поднимает и президент, и Государственная Дума, и Совет Федерации, в общем, все-все органы власти. И в осеннюю сессию был принят большой системный закон о занятости. В новом законе определены основы государственной политики в сфере занятости населения. Я так понимаю, что, наверное, к вам, как к депутату, часто обращаются с этим вопросом. Насколько сегодня этот вопрос под контролем и Государственной Думы, и партии, и вообще всех структур власти? Вы знаете, тот закон, которым мы жили до этого, это закон, который был разработан 30 лет назад. И мы понимаем то, что многие статьи, многие определения уже в силу времени требовали модернизации. И появилось, конечно, ряд новелл. И что мы сейчас видим? Когда вводили санкции наши западные враги, коллективный Запад, они же понимали, что они хотели разрушить нашу экономику. Это, соответственно, большое количество людей потерять должны были работу. Но у нас сейчас, посмотрите, что происходит. Рост экономики. У нас безработица на самом низком уровне за всю историю существования Российской Федерации. Это говорит о том, что западные планы по уничтожению России провалились. И, конечно, новый закон, мы не будем, наверное, сейчас очень глубоко и подробно говорить, конечно, он помогает не только тем, кто остался без работы, но и тем, кто трудоустроен, тот, кто хочет изменить условия труда. Получить новую. Получить, вот о чем мы говорили с вами, новую профессию. И, конечно, он помогает тем, кто находится в стадии предувольнения, нашим пенсионерам. Все вот эти меры поддержки и гарантии, они в новом законе нашли отражение. И, что самое важное, бывшие участники специальной военной операции, их семьи, тоже нашли серьезную социальную поддержку и гарантии в рамках нового законодательства. Напомню, что Роман Игорьевич Терешков сегодня здесь у нас, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Естественно, во второй части мы поговорим о Люберецкой, скажем так, части работы депутата, нашего гостя сегодняшнего. Дождитесь продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас новогодняя программа. Мы подводим итоги 2023 года, несмотря на то, что 2024 наступил. И, конечно же, планируем уже какие-то прогнозы на год наступивший. Тем более, что в гостях у нас депутат Государственной Думы Российской Федерации Роман Терешков. Роман Игоревич, мы часто сталкиваемся с бытовыми проблемами, которые есть в самых разных регионах Российской Федерации. И вот есть такие многоквартирные дома, в которых есть, как понятно, первые этажи. Их по-разному приспосабливают, особенно в те 90-е годы, о которых вы говорили. Такое ощущение, что много людей, живущих на первом этаже, просто пострадало чисто физически. Сегодня речь идет о том, что прошел первое чтение проекта закона о сопрете так называемых наливаек. Вот почему депутаты решили обратить на это внимание. И первое чтение, как быстро будет второе, третье. И вообще, что-то будет с этим первоэтажным фондом? Ну, вы знаете, у нас первоэтажный фонд сейчас отдается под бизнес, под коммерцию. Наверное, с одной стороны, это правильно, безусловно. Удобно. Удобно. Когда ты вышел из подъезда, можешь купить продукты, можешь пойти подстричься. Но какие были перегибы, которые, я считаю, остались нам как раз с того времени, беспредельного времени 90-х. Это так называемые наливайки. И обращается большое количество наших жителей, которые понимают, что это шум у подъезда. Потому что... Санитария. Антисанитария. Потому что каким-то образом магазин, который существовал до 10-11 часов, после 11 часов начинается переквалифицироваться в объект общепита. И там можно подойти, тебе нальют пиво или сидр, откроют бутылку, ты будешь стоять выпивать. Ну, это же нонсенс. И поэтому, если ты хочешь пойти... Потому что было много споров, тоже говорили, а как же так вот, рестораны могут пострадать. Нет, о ресторанах речи не идет. В тех местах, которые могут работать после 11-ти и являются действительными предприятиями общепита, он не затрагивает. Понятно, что такой ресторан, конечно. Да, понятно. Он затрагивает именно вот эти вот 20 на 10... 20-10 квадратных метров, где стоят эти краники с пивом, или тебе нальют вина, не дай бог, еще водки. И какую-нибудь в облак предложат сушен. Вот именно об этом... Не очень хорошего качества. Не очень хорошего качества. И мы знаем, сколько отравлений идет по Российской Федерации. Мы помним отравление с мистером Сидором, который погибло достаточно большое количество. Да, трагедия была. Трагедия была. И вот от этого надо, конечно, отказываться. И этот закон именно на это нацелен. Я уверен, что и второе, и третье чтение пройдет достаточно оперативно. И уже в весеннюю сессию, в ближайшие месяц-два, он будет принят в Государственной Думе и подписан президентом. И мы в этой сфере порядок уже точно наведем. Вернемся к СВО. Я так понимаю, что сегодня это один из основных элементов вашей депутатской деятельности. Ну, это, безусловно, с 24 февраля 2022 года. Это наша основная задача всех. Как органов муниципальных власти, региональной, федеральной, законодательной. И, безусловно, конечно, сейчас все взоры обращены на семьи тех ребят, которые воюют, на самих наших бойцов. И буквально в конце декабря прошлого года на территории городского округа открылся центр помощи семьям и военнослужащим. Вот я был на открытии, сразу поступил вопрос от бойца. Он получил второе тяжелое ранение. Сейчас уже уехал в зон боевого соприкосновения. И первую справку он не смог получить, справку об тяжелом ранении. Ну, потому что тогда еще только система сама не могла быстро и оперативно отвечать на запросы. Но эту справку он должен обязан получить. Мы организовали тоже прямой эфир так, чтобы родственники здесь могли пообщаться с ребятами на передовой. Также семьи могут приходить и получать все консультации юридические по поступлению в вузы для детей. Ведь те бойцы, которые возвращаются, у них также есть приоритетное право по поступлению в учебные заведения и обучение в них. Вот такие центры создаются в каждом муниципалитете. По поручению президента создан Государственный фонд защитники Отечества, который как раз и занимается и реабилитацией, и помощью, и сопровождением. В каждом муниципалитете он находит свое отражение. Посмотрите, какое большое количество. Практически все жители неравнодушных нет. Кто-то плетет сети, кто-то делает окопные свечи, кто-то делает сухие души. И каждый вовлечен. Кто-то помогает деньгами, кто-то собирает гуманитарную помощь. Равнодушных нет. И, конечно, требуются вот такие центры, которые будут объединять и консолидировать усилия каждого, чтобы мы были не разрознены, а все вместе здесь. Поэтому эта работа ведется, безусловно, и во всех муниципалитетах, и Люберцы здесь одни из лидеров этой работы. Поэтому наша основная задача. С 2021 года реализуется народная программа партии «Единая Россия», так она называется. Какой участие принимают в ней депутаты, и вот какие успехи в реализации, и как вообще контроль осуществляется? Вы знаете, мы... Наверное, народная программа, она появилась как определение в 2021 году, когда действительно шла активная фаза избирательной кампании, когда в Московской области поступило свыше 750 тысяч наказов от наших жителей, а по Люберецкому кусту это свыше 120 тысяч. Представляете, какой массив. Люди просили от самого малого поставить лавочку, посадить куст, до самого большого построить стадион, дорогу, школу, больницу, поликлинику, дом для расселения. Вот в Жуковском, в рамках народной программы, строим дом для расселения. И все эти чаяния наших жителей, они вошли в народную программу. И, конечно же, самое важное, помимо того, что они нашли отражение в народной программе, они нашли отражение и в бюджете, как Российской Федерации, так и субъекта, и муниципалитета, если говорить о Люберцахе. Самое основное здесь сейчас ее исполнять. Вот у нас порядка, наверное, к концу 23-го года, мы считали с коллегами, смотрели, порядка 48% уже выполнена народная программа. Это как и большие инфраструктурные объекты. Вот мы с вами открыли часть развязки Октябрьского проспекта, мы построили... Долгожданную. Долгожданную. Мы построили школу на Урицкого, мы отремонтировали в Малаховке нашу гимназию 46-ю. Это то, что просили как раз жители, люди в 2020-2021 году. Детские сады, школы, поликлиники начали реконструировать наш стадион труда, которым нас также просила наша спортивная общественность. И вообще в этом и заключается контроль, чтобы все шло ритмично, освоение денег, вставление строчкой в государственную программу, бюджет, подрядчик, чтобы никто не западал. А вот как депутат там может контролировать? Контролировать-то мы все гораздо. Но самая основная задача, помимо контроля, добиваться... Наладить все эти. Наладить процессы, но это больше, конечно, органы местного самоправления. Добиться, чтобы строчки эти появлялись в бюджете. Чтобы поставил задачу президент капитальный ремонт школ, по 67 миллиардов в федеральном бюджете заложено. Московская область не исключение. Мы с вами как раз отремонтировали школу в Малахаке, 46-ю нашу гимназию, как раз по нашей федеральной программе. Как депутат, как вы оцениваете Люберца сегодня в своем избирательном округе? Вы знаете, Люберца уникальный, по сути, городской округ. У нас самое большое количество станций метро на территории Московской области. То есть Люберца завоевывает Москву? Ну, Люберца, по сути, завоевывает Москву. И здесь, где граница между Москвой и Люберцей, неизвестно. В декабре, помните, вот эти снегопады, которые шли? И Ваня. И ты едешь по улицам Люберец, и где-то зачастую они убраны лучше, чем в соседнем Жулебино. Потому что же проезжаешь, так или иначе смотришь. Безусловно, конечно, сейчас эта грань стирается. Если лет 10-15 назад это было разительно, конечно, видеть, как содержится и сколько денег в бюджете Москвы, и сколько денег в бюджете Московской области. Сейчас, конечно, Московская область практически сравнялась с Москвой. Понятно, территория огромная, не сравнить с Москвой. Но по бюджету он в два раза увеличился при Андрею Юрьевичу Воробьеве. Это действительно очень серьезный шаг, потому что без бюджета мы с вами бы не могли бы не строить школы, а самое главное сады, поликлиники, а самое главное их потом и содержать. Это же тоже достаточно серьезная нагрузка на бюджет. Как контакт депутата с людьми происходит? Вы знаете, у нас контакт налажен достаточно хорошо. Это и общественные приемные, это и электронные почты, письма, это и звонки наших семей военнослужб. Потому что все эти вопросы, безусловно, связаны. И здесь как раз вопросов по коммуникациям нет. То есть, доживаться до вас можно? Это достаточно ходит приемные в Люберцах. Я в ней постоянно, в партии «Единая Россия», я в ней постоянно веду прием. Приходит с огромным количеством вопросов, разная сфера. Но есть вопросы, вот есть телефоны семей военнослужащих. Мы на прямой связи, у меня на телефоне, у моих коллег. И здесь происходит общение в режиме реального времени. Конечно, трудностей сейчас нет. Мы с вами проговорили вначале о цифровизации тех же инструментах связи. Она, конечно, безусловно, помогает. Никаких проблем нет. Как любой депутат. Я до этого работал до избрания 7 лет министром спорта. Но Люберца – территория спорта. Люберца – территория спорта. И у нас же ведь последние, наверное, 30 лет нам внушали, какая задача спортсмена самая основная – олимпийские медали. Правильно? И все спортсмены тренируются, чтобы завоевать олимпийскую медаль. Для страны? Вот, правильно вы говорите. А что нам сейчас говорят? Нет, всю жизнь спортсмен тренировался, он в нейтральном статусе может поехать. Те нас с 1922 года отлучили от олимпийского спорта и сказали, что вы теперь не в большой семье. Понятно, что мы принимали правила. Понятно, что мы изучали хартию. Нас отлучили, вот чем заканчивают, за нарушение олимпийского перемирия. Не было никогда никакого олимпийского перемирия. Потому что если брать историю олимпийских игр, там, 7-8 век до нашей эры, это были простые агоны, посвященные древнегреческим богам. Первый вообще был агон – это бег на одну стадию, 192,5 метра. До нас дошли олимпийские, пифийские, немейские, снижские игры, посвященные богам. И они проводились, в принципе, вот эти агоны, в рамках одного полиса. Не может в одной деревне, условно, быть каких-то воин. И мировое перемирие МОК предложил в 1992 году, а в 1993 Генассамблею он принял под соответствующее решение. И мировое перемирие три раза нарушалось. Поэтому спорт для них стал элементом политики. И наша задача сейчас – возвращать спорт на территорию муниципалитета, региона, страны. Делать физкультурное общество, проводить внутренние соревнования, которые не должны уступать посмотрибельности, по интересу, никаким международным чемпионатам. И президент нам говорит, игры дружбы, пожалуйста, в сентябре пройдут с теми традиционными принципами, которые были заложены изначально в формировании олимпийского движения. Такая задача наша и должна быть в развитии Люберца территории спорта. Должна продолжать носить это громкое имя. И наши внутренние люберецкие соревнования должны как раз увлекать все больше и больше количества наших жителей. Самое время обратиться ко всем нашим телезрителям. Вот крайне левая камера. Поздравление с новым уже наступившим 2024 годом от депутата Государственной Думы. Уважаемые люберчане, я хочу вам пожелать в наступившем 2024 году, чтобы самые смелые мечты и желания у вас в этом году сбылись. Чтобы в семьях был достаток, покой, уют. И, конечно же, наша победа подарит мир у нас на территории Российской Федерации. И все наши бойцы вернутся с фронта, с победой. Мы их будем здесь поздравлять, радоваться. И еще один день календаря, красный день календаря, появится в 2024 году. Я всем желаю удачно, успешно пройти 2024 год. Чтобы, когда мы в декабре, 31 декабря 2024 года, обернувшись назад, сказали, мы того, что хотели сделать, достигли, выполнили. И ставим самые смелые цели на будущий 2025 год. Спасибо. С Новым годом. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Роман Игоревич Терешков. Спасибо вам большое. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пимненко. Всего доброго. До свидания. И с Новым годом. С Новым годом.